МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Сегодня в эфире. 33-е заседание Правительственного совета Республики Западная Армения. Новая Каледония. Соглашение с Азербайджаном незаконно. Новый президент Конгресса. В Совете ОМ по правам человека обсудили принудительную депортацию и этнические чистки армян Арцаха. Баку заявляет, в Степанакерте проживает более 5000 сотрудников государственных и негосударственных структур. Улица Туманям в Степанакерте уничтожена азербайджанцами. Платформа проверки фактов. ОМ призывает к расследованию израильского авиодара по жилому дому на севере Ливана, Голос Америки. Баку нанимает пиар-компанию за 4,7 миллиона долларов, чтобы улучшить свой имидж перед климатическим саммитом. 14 октября состоялось 33 заседание Правительственного Совета Республики Западной Армении. Со вступительную речью выступила президент Республики Западной Армении Лития Маркусян. Президент рассказала о предстоящей конференции, которая состоится 30 октября. Напомнив, 17 декабря мы отметим 20-летие Национального Совета Республики Западной Армении. Лития Маркусян подчеркнула, коренные народы тесно связаны со своей землей и имеют полное право на защиту своей идентичности. Рассказала о Северском пакте, отметив, именно он является ключом к достижению мира. Госпожа президент говорила о важности наличия государства, благодаря которому мы подтвердим наше право на самоопределение. 18 апреля один из независимых депутатов подписал меморандум о сотрудничестве с Баку, что вызвало большое беспокойство в Новой Каледонии. 14 октября на заседании новый председатель Конгресса Вайльма Фалео заявил, соглашение следует считать незаконным, поскольку оно было подписано депутатом, который не имел на это полномочий. Избранный в августе Фалео отметил, власти Баку во главе с Ильхамом Алиевым обвиняются в совершении преступлений против своего населения. Соглашение подверглось криктике, поскольку оно было подписано без необходимых консультаций, а местные независимые группы осудили влияние Баку в Новой Каледонии. В ходе 57-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве с 9 сентября по 11 октября 2024 года были обсуждены. Насильственное пересенение армян Арцаха, этнические чистки, уничтожение армянского культурного и религиозного наследия, оккупация суверенных территорий Армении и территориальные претензии Азербайджана. Великация Восточной Армении выступила с речью и присоединилась к 19 совместным заявлениям, обратив внимание на проблемы армянских военнопленных, содержащихся в плену и пропавших без вести, также на проявление армянофобии со стороны Баку. Подвергшийся выселению этнической чистки армян Степанакерти проживает более 5000 человек. Данные опубликовал Хамид Мердиев, помощник исполнительного директора службы реконструкции, строительства и управления городом. Возвращение внутренне перемещенных граждан в Степанакерти еще не началось. На данный момент там проживает более 5000 человек сотрудники государственных и негосударственных структур. С начала работы университета Арцаха там также поселились 1200 студентов. Отметим, после выселения армян из Арцаха власти Баку присваивают недвижимое и движимое имущество местных армянских жителей. Также незаконно разрушают дома и строения, принадлежащие армянам. Секретарь общественного совета по защите культурного наследия Арцаха Сергей Шахвельдян на своей странице в Facebook пишет, что администрация Баку начала массовое уничтожение жилых зданий в оккупированном Степанакерти. Платформа проверки фактов выяснила, на видео азербайджанцы разрушают улицу Туманяна. В марте стало известно, азербайджанцы начали сносить здания парламента Арцаха. Телевидение Азербайджана представило это как уничтожение символов сепаратизма. Были снесены здания на улицах Мехетара, Гоша и Азатамартиков. Также здания по соседству с университетом, после чего внешний вид университета был изменен. Во вторник ООН призвал расследовать израильский авиодар, в результате которого в Ливане погибли по меньшей мере 22 человека, в том числе 12 женщин и двое детей. Управление ООН по правам человека сообщает, удар был нанесен по четырехэтажному жилому зданию, что может нарушить международное гуманитарное право и правила ведения войны. Армия Израиля сообщает, противовоздушная оборона в районе Хайфы перехватила выпущенные из Ливана ракеты. В результате израильских авиаударов были убиты десятки боевиков Хейсболы. Премьер-министр Израиля Нетаняху заявил, что они продолжат наносить удары по Хейсболе, в том числе в Вейруте. Нетаняху сообщил Байдену, ответ Израиля – Ирану будет ограничен по военным целям. Соединенные Штаты объявили о развертывании в регионе дополнительной системы противовоздушной обороны для поддержки Израиля. Диктаторское и коррупированное правительство Баку платит 4,7 млн долларов американской пиар-компании, чтобы очистить свой порочный образ перед проведением международной конференции КОП-29 в ноябре в Баку. Согласно статье Ника Кливленда, стаута, опубликованной в феврале, Баку нанял компанию по связям с общественностью ТНС-стратеки, что бывающее нефтяное государство выглядело как мать Тереза. ТНС около 500 раз связывался с журналистами из 88 различных мировых СМИ, чтобы продвинуть повестку дня КОП-29 в Баку. Официальные лица Баку заявили, что ТНС организует коммуникационные функции КОП-29, также создание возможностей для взаимодействия со СМИ. Ник Кливленда, стаут отметил, что по меньшей мере 5 руководителей ТНС постоянно находятся в Баку. Главный советник Алиева Хикмет Гаджиев бесстыдно объявил о прекращении огня КОП-29, где отмечается, что Баку призывают все воюющие стороны мира объявить перемирие во время ноябрьской конференции. ТНС также организовал базирующийся в Баку медиафорум, на котором обсуждались интервью с руководящей командой КОП. Пиар-компания выделила команду из 17 человек для выполнения пиар-задачи в Баку. Официальные лица работы компании довольны. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!